Ожесточенный бой разгорелся за высотки, покрытые запыленным виноградником, западнее села Урсая, куда вышел наш полк. Крупные силы гитлеровцев контраковали 2-й батальон. Как назло, танки приданной роты застряли во враге. Мы лишились мощной огневой поддержки. Капитан Емельянов доложил об этом командиру полка. Попросил, чтобы артиллеристы накрыли огнем контратакующих. Подполковник Пешков упрекнул Емельянова, но помощь пообещал. Комбат повеселел, сказал мне, на твоих орлов надеюсь, Сагадат. Слышишь, бьют Максимы, сказал я, и побежал во взвод лейтенанта Сычева. Сменил его за пулеметом, учтя, что лейтенант далеко бросал гранаты, я отдал ему две своих, сказал, разумно расходы. Плотные серые цепи гитлеровцев прорвались сквозь огневой заслон, поставленные артиллеристами и приближались к цепям стрелков, еще не успевших окопаться. Я открыл огонь и увидел, как фашисты начали падать. Вскоре они откатились в лощину. Одна контратака сменяла другую. Дымом и пылью заволокло виноградники, сады, небо. От разрывов стонала пересохшая земля. Фашисты появлялись перед нами как из преисподней. И всякий раз они, бросая убитых и раненых, отползали в спасительную и непростреливаемую зону, поджидая поддержки. Продолжение следует...